Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачао-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Она все-таки предотвращает распространение инфекций. В Карачао-Черкесии усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях и торговых точках. В республике с сегодняшнего дня начинается отопительный сезон. Вначале запустят социальные учреждения, затем дома. Жилищно-коммунальный комплекс готов к работе. Они отмечают свой праздник за работой на поле. Сбор урожая в самом разгаре. В хозяйствах республики убирают зерновые культуры. Год выдался непростой, говорят аграрии. Ясень, туи, липы, манджужские орех. Такие деревья в скором времени будут украшать дворы многоквартирных домов Черкеска. В городе прошла экологическая акция «Зеленый двор». В Карачао-Черкесе в рамках борьбы с COVID-19 усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в учреждениях и торговых точках. В общественных местах обязательно соблюдение всех мер предосторожности. Важно не нарушать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептическими средствами и носить маски. Все это способствует уменьшению распространения вируса. Аслан Гирюгов продолжит тему. За последнее время в республике наблюдается увеличение количества больных COVID-19. У врачей уже есть опыт борьбы с ним, но каждый из нас должен соблюдать меры предосторожности. Ведь с приходом осени, помимо уже известного всем коронавируса, активируются и другие сезонные заболевания. Несмотря на обязательное ношение масок и соблюдение мер предосторожности, многие люди до сих пор игнорируют средства защиты. Часто можно услышать отговорки по типу «мне тяжело дышать в маске, мне в ней жарко». Некоторые вовсе не верят в их эффективность. Масочный режим в первую очередь предотвращает распыление этого вируса, который может распространяться в воздух, в помещении и так далее, при чихании, при разговоре, при кашле. То есть это какой-то своего рода барьерный способ предотвращения распространения этой инфекции. Пусть не 100% маска защищает от коронавируса, но в большинстве своем, при соблюдении остальных условий, маска будет защищать каждого человека. Хотелось бы, чтобы каждый человек осознавал важность происходящего на сегодняшний день. К сожалению, пандемия не закончилась, она продолжается. И должен каждый осознавать безопасность каждого человека, в первую очередь, в его руках. После первой войны коронавируса людей, не верящих в эффективность масок и существование коронавируса, практически нет. Ведь, к сожалению, COVID-19 коснулся каждого из нас. Во всех общественных местах есть средства для обработки рук. Также решена проблема нехватки средств личной защиты. По поводу масочного режима, я считаю, что это нужно, это очень важно для нас в данный период. То есть люди защищают себя хоть какими-то средствами, и особенно в общественном транспорте, в местах, где много людей. Это важно. Я думаю, она все-таки предотвращает распространение инфекции, пусть не на 100%, но как-то способствует этому. И раз мы ответственные люди, надо соблюдать масочный режим, делать все, что в наших силах. Это общая беда. Мы все должны делать то, что полагается, то, что нам говорят врачи и руководство нашей республики и России. Надо как-то организованно это делать. На сегодняшний день вторая волна продолжается, и нужно подойти к ней с большей ответственностью. Ведь помимо коронавируса не стоит забывать о сезонных заболеваниях. Важно укреплять иммунитет и быть осторожнее. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И продолжение темы. Вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике – 8 тысяч. Из них 5 тысяч выздоровели. Госпитализированы – 505 человек. С количеством зараженных увеличилось и число больничных листов. Минздрав в Карачаево-Черкесии напоминает гражданам. Порядок действий по получению документа временно нетрудоспособности. При обнаружении симптомов заражения коронавирусной инфекцией или ОРВИ следует обратиться в медицинское учреждение и вызвать участкового терапевта на дом. Далее, исходя из состояния пациента, врач принимает соответствующие меры. Важно помнить, что больничный лист открывается со дня обращения и ведется терапевтом удаленно при непосредственном контроле состояния здоровья пациента. Как только мы получаем предписание, где указываются данные пациента, которые являются контактными, указывается период, по которому он является контактным и должен находиться на самоизоляции карантин с ИПО. После этого, как только мы получаем этот документ, мы обзваниваем этих пациентов, уточняем место работы, уточняем их экспертный анамнез и дистанционно открываем больничный лист по карантину с единовременным периодом на 14 дней. Помимо этого, у пациента также есть, на руках имеется постановление санопитов-врача, где также указывается этот период, который находится на карантине. С сегодняшнего дня по распоряжению главы Рашида Тимрезова досрочно начинается отопительный сезон. Вначале запустят социальные учреждения, затем многоквартирные дома. Жилищно-коммунальный комплекс Черкеска полностью готов к работе предстоящий осенне-зимний период. В этом году в рамках подготовки к отопительному сезону заменили ветхие тепловые, водопроводные и канализационные сети. Благо и погода радует, похоже, у нас вновь бабье лето. Давайте посмотрим прогноз погоды от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, днём 22-27. А в горах ночью до плюс 5, днём до плюс 20. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, днём 25-27 градусов тепла. Вятские меха «Центр сезонных распродаж» дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Всё, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В Черкесске сотрудники госавтоинспекции проверили 25 автобусов. Составлено 14 административных материалов в отношении водителей и должностных лиц. Основная цель мероприятия – создать условия для обеспечения безопасных перевозок и предупреждения дорожных транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. В частности, данные нарушения выявлялись в районе ПАТП. Один автобусы осматривались на выезде, где сотрудниками было выявлено 10 административных нарушений, составленных на водителей транспортных средств за недодлежащее техническое состояние. А также 4 нарушения вынесено на механика, которая выпустила эти транспортные средства. Накануне День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечали и аграрии Карачаева-Черкесии. На одном из передовых предприятий региона по выращиванию зерновых культур побывал Руслан Жукаев. В этот прекрасный солнечный день работники сельского хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Но так как сейчас самый пик сбора урожая, они отмечают свой праздник за работой на поле. Каждый труженик села встречает праздник по-своему. Кто-то сидя за рулем полевого трактора, кто-то перерабатывая собранный урожай. Но так или иначе, они заняты работой. У нас праздник, конечно, корректируется погодными условиями. Если погода не позволяет работать, тогда мы можем себе позволить отпраздновать наш профессиональный праздник. А так нам приходится этот день, как сказать, провести на рабочем месте. Буквально каждый упущенный день может существенно повлиять на качество и объем собранного урожая. К тому же в этом году из-за засухи он у некоторых сельхозпредприятий существенно сократился. В этом году мы по пшенице получили не очень такой хороший урожай, но тем не менее он позволяет нам перекрыть ее себестоимость. Что касается остальных культур, вот кукуруза очень пострадала. Есть у нас земли, где она у нас вообще не дала. Зерно, так скажем, пришлось нам ее скосить на корма. Помимо погодных условий, по словам руководителя, секрет продуктивной работы в агропромышленном комплексе держится на трех китах. Хорошая земля, квалифицированная команда и соответствующая техника. Последнему Башир Карасов уделяет огромное значение и постоянно обновляет свой парк. А именно вот по этой технике, что я могу сказать, почему мы именно вот такую технику выбираем для наших работников. Надо, чтобы работник выполнял свою работу с душой, охотно, чтобы он получал удовлетворение от своего труда. Поэтому мы стараемся ему обеспечить такие условия труда, чтобы он работу мог уже выполнить качественно, ни о чем другом не задумываясь. Опытный аграрий также добавил, что в их профессии важна любовь к своему делу. Хотел бы поздравить своих коллег с таким профессиональным праздником. Хотел бы им пожелать, чтобы они имели хорошее здоровье, чтобы вести свое любимое дело, чтобы получать от своего дела удовольствие, удовлетворение. При этом, чтобы работники, которые занимаются вот таким нелегким трудом, имели за него достойную оплату, чтобы это все вместе способствовало комфортной жизни нашей. Руслан Жукаев, Рашид Токов, Ногайский район, Весик, Карачаево, Черкесия. Во дворах многоквартирных домов республиканской столицы появились новые жильцы из леса, которые горожане очень ждали. Ведь, как известно нам всем с детства, деревья – это легкие нашей планеты, обеспечивающие всем бесценным кислородом. Об экологической акции и ее организаторах в репортаже Ахмата Халкичева. Долгожданные переселенцы из леса прибыли в республиканскую столицу. Это саженцы ясеня, туи, липы и манчужского ореха. Всего 75 саженцев. Цифра говорит сама за себя. ЭК-акция приурочена 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Тысячи и десятки тысяч людей погибло при освобождении Кавказа. И нам эта дата дорога. Люди готовы сами выкопать ямки, помочь нам это полить. И в дальнейшем же надо ухаживать. Не только надо сделать хорошие, красивые дворы, посадить деревья. Их же за ними надо тогда ухаживать, поливать. Иначе и следить за теми сооружениями, которые детские площадки, которые лавочки, качели. Если мы не будем следить, то, конечно же, все разрушится. И напрасно будут все эти труды. Масштабную экологическую акцию с символичным названием «Зеленый двор» совместно с мэрией Черкеска и Министерством природных ресурсов и экологии Карачаева Черкесии инициировало оригинальное отделение партии «Единая Россия». Цель акции – сохранение памяти и популяризация знаний о героических страницах нашей истории. А также, чтобы дворы были не только красивыми, но и уютными, отмечают партийцы. Во время таких встреч с жителями мы все время в процессе диалога выявляли, что жителям очень хотелось, чтобы эти дворы не только были реконструированы, но и озеленены. Поэтому в сам проект озеленения дворовых территорий не входит. Мы решили в этом плане оказать содействие жителям и приехали сюда сегодня посадить саженцы молодых деревьев. Получается так, что во время вот этой работы жители домов тоже вовлекаются в этот процесс. И это очень важный такой момент, когда люди сами что-то делают в своих дворовых территориях. Благодаря данной акции зелени во дворах прибавилось. Они также были благоустроены по партийному проекту «Единая Россия. Городская среда». Высаживать деревья вышло руководство регионального отделения партии и депутатов фракции «Единая Россия» в Народном собрании и городской думе Черкеска. Народные избранники уверены, что и благой пример заразителен. С неподдельной детской увлеченностью ухаживать за саженцами принялись и самые маленькие. Ведь именно им и их потомкам эти деревья еще не один десяток лет будут напоминать о святости памяти. Будет очень красиво у нас, еще красивее станет нас во дворе. Мы будем говорить, чтобы их не ломали, не отрывали листья, чтобы они красиво и выросли. Ахмат Халкичев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Таким был понедельник Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас премьера фильма «Возвращение». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин